Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Здравствуйте! В эфире полезно-потребительская программа «Сохраняйте чек». С вами Мария Бодрова, ваш гид в мире правильных покупок. Сегодня у нас вкусный и хрустящий выпуск. Маска из этого мелко порубленного квашеного овоща придаст вашему лицу свежести, а еще избавит от нежелательной пигментации и неприятных угрей. Героиня нашей программы помогает сжигать излишки жировой прослойки, при этом обеспечивает продолжительное чувство сытости. Именно она в давние времена спасала моряков от авитаминоза и цинги, и благодаря ей мы обязаны практически всем географическим открытиям. На Руси героиню нашей программы называли вторым хлебом и ели в огромных количествах. Традиционные кислые щи до сих пор невероятно популярны в России. Существует примета, что квасить овощ надо непременно в добром расположении духа, иначе блюдо получится горьким. Вы наверняка догадались, о чем сегодня пойдет речь. Разбираемся, как выбрать самую вкусную и сочную квашеную капусту. Квашеная и маринованная. В чем разница? Почему одна живая, а другую называют мертвой? Никакого уксуса. На что обратить внимание, разглядывая состав, и почему не надо стесняться пробовать то, что вы покупаете на рынке? Первыми квасить капусту решили и научились китайцы. Упоминания об этом действия относятся ко времени возведения Великой Китайской Стены, причем квасили ее в рисовом вине. Но главной участницей процесса выступала не наша привычная белокочанная капуста, а пекинская. На Руси капуста появилась только в IX веке, получилось это случайно. В наши края занесло греков, а на их субмарине как раз в изобилии находилась эта культура. Овощ пришелся очень кстати, начали его не только есть, но и лечить им всякие недуги, начиная от головной боли и заканчивая проблемами с почками. Наверняка многим знаком совет бабушек, просто приложите лист капустный. И это все не просто так, а народная мудрость. А вот когда на Руси ее точно научились квасить, доподлинно неизвестно, но объективно решение было гениальным. Продукт не портился и был актуальным круглый год. В 100 граммах этой квашеной культуры содержится до 20 миллиграммов витамина С. Потому не удивляйтесь, лучше пить чай не с лимоном, а с квашеной капустой. Продукт помогает предотвратить множество заболеваний желудочно-кишечного тракта, снижает уровень холестерина, помогает при токсикозе, а у мужчин увеличивает их силу. Во всех проявлениях. Узнаем у самарцев, на что они обращают внимание, выбирая это прекрасное и полезное блюдо. Обычно в пластиковой упаковке вот эти беру квашеную капусту с клюквой люблю. В магазине ее не выберешь, потому что там она стоит закрытая. Надо выбирать у бабушек. Если она кислая, значит она с уксусом. Значит надо самим дома квасить. Квашеная капуста должна хрустеть, она не должна быть какой-то квелой, она должна быть сочной, но не должна быть полупрозрачной. Знаешь, вот она должна быть такая немножечко, с таким, каким-то таким матовым немножечко акцентом. И, конечно, в ней должно быть всего поровну. То есть не должно быть такого, чтобы рубил вот лук, да, чтобы не было лукового вот этого сильного запаха. Капусточка, она должна вот быть вкусной, чтобы вот именно вот капустный вот лист, да, вот он чувствовался. Я квашу сама. Режу мелко. И много моркови туда еще крашу мелко-мелко. И все это с солью посыпаю, прокладки делаю из лаврового листа, утрамбовываю в посуду, скалочкой деревянной. Дня два стоит таким образом. Я считаю, что это самое такое хорошее. Есть такой термин «суперфуд». Его ввели адепты здорового образа жизни. Это продукты питания, которые обладают уникальными свойствами. То есть кроме вкуса оказывают еще и массу положительных влияний на наш организм. Квашеная капуста как раз тот случай. Тем более в процессе брожения все эти показатели приумножаются. Но есть и минусы. С одной стороны, квашеную капусту легче купить, но лучше ее сделать самому. Потому что многие производители хитрят и добавляют уксус. В этом случае капуста получается уже не квашеной, а маринованной. Уксус убивает тот самый важный витамин С. И на выходе получается мертвый продукт. Готовится такое блюдо очень быстро, примерно за час. А вот квасится она около 3-5 дней. На крупных производствах для ускорения процесса добавляют готовую молочную кислоту и лимонную. Так что в первую очередь внимательно изучайте этикетку. Чем проще состав, тем лучше. Для того, чтобы понять, какая квашеная капуста спасет вас от авитаминоза, возьмем на пробу три варианта от трех разных производителей. Героями нашей сегодняшней программы станут торговые марки «Белоручка», «Маркет Перекресток» и «ФЭК». Расставим их по алфавиту, согласно названиям. Присвоим каждому номер от 1 до 3. Испытаем и в завершении узнаем, кто же окажется победителем программы. Сохраняйте. Чек. Проверить на наличие пестицидов, нитратов, токсичных элементов, радионуклеидов на внешний вид и на наличие микотоксинов. Берете капусту на рынке, не стесняйтесь. Понюхайте ее и попробуйте. Капуста должна хрустеть. Это главный показатель свежести. И если его нет, перед вами продукт, который успел полежать. Чем меньше и тоньше шинковка, тем быстрее капуста теряет свои качества. Распространения данные, аллергические какие-то реакции не имеют. Все люди обычно замечательным образом этот продукт едят. Если капуста твердая, но не хрустит, значит ее обдали кипятком. Так она быстрее квасится, но теряет витамины. Вкус должен быть кисло-соленым, свежим. Иногда блюда сластят, но для готовки такой вариант вряд ли подойдет. Не идите на уловки продавцов, которые могут спрашивать, нужна вам квашеная капуста для того, чтобы приготовить щи или просто в качестве гарнира. Вам могут предложить мягкую, и это будет ошибкой. Вкуснее блюдо получится из хрустящей и свежей капусты. Внимание! Программа «Сохраняйте чек» не направлена на рекламирование товаров и услуг. Участие рекламодателей исключено. Цель программы – повышение уровня покупательской и потребительской грамотности граждан. Квашеная капуста считается национальным немецким блюдом. Во время Второй мировой войны антифашистские настроения были настолько сильны, что блюдо попало в опалу, и покупатели специально отказывались его приобретать. Тогда американские производители сделали остроумный маркетинговый ход и переименовали продукт. Дали ему название «Капуста свободы». Это звучало гордо, независимо и помогло овощу в его квашеном виде сохранить свою популярность. Внимательно смотрим на состав. В нем не должно быть уксуса и лимонной кислоты. Самый простой состав – капуста, морковь и соль – оказались у третьего конкурсанта. Цвет от бело-золотистого до розоватого. Исключены темные пятна. Рассол может быть немного тягучим. Это не является признаком испорченного товара. Всем участникам плюсы. Помним, что лучше крупно нарезанная капуста. В ней будет больше витаминов. И опять впереди участник под номером 3. Квашеная капуста – прекрасный источник витаминов в весенний-зимний период. И ваш помощник в борьбе с витаминозом. Несмотря на всю простоту приготовления блюда, это раньше было элитарным. Богатейшие русские князья отводили специальные участки земли под так называемые капустники. Они квасили капусту для своей семьи и дружины. И были уверены в том, что именно эта культура – источник недюжинной силы и богатырского здоровья. Оценить качество нашего конкурсанта мы предлагаем Илье Ятманкину. Молодой человек работает в очень непростой сфере – в жилищно-коммунальном хозяйстве. Много времени проводит на открытом воздухе, простывает, болеет, мокнут ноги. А вот лечится народными средствами. И уверен, что такая медицина спасает лучше всяких таблеток. Квашеную капусту уважает не только за вкус, но и за большое количество витаминов. Лучше всего это блюдо получается у бабушки Ильи, но когда нет возможности, покупает в магазине. До того, как стать экспертом, в нашей программе даже не подозревал, что на самом деле любят ее больше в маринованном виде. Я попробовал три варианта квашеной капусты, но она не похожа на домашнюю, которую я привык кушать. Она недосоленая. Третий вариант – недосоленый. Первый вариант – он чересчур притерно-сладкий и соус такой неядреный. Второй вариант – более-менее что-то похожее на то, что я привык кушать. Из трех представленных вариантов я выбираю вариант номер два. Наши участники боролись за победу, но в лидеры на этой неделе вышел лишь один. Поздравляем победителя! Думаю, теперь вы сможете выбрать качественный продукт и не ошибетесь в покупке. Главное – не забывайте сохранять чек. Смотрите нас в эфире телерадиокомпании «Губерния» или заходите на официальный сайт «Сова.инфо». Увидимся на следующей неделе. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!